Всем привет! Вы на канале Форд Маг. И сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим видео про снись или это кончилось от Сыендука. Снова видео по лежебойкеру, интересно что в этот раз с ним случится. Давайте заценим, поехали! Три, два, один, погнали! А, что? А? Ох, так это не у меня, извини, значит поспать еще можно. Доброе утро, студенты. Лежебокер? Лежебокер, я к тебе обращаюсь. Кто? Кто? Что? Ты зачем притащил с собой на занятия диван? Ой, это, да вы поймите, к вам на пару и так все ходят только чтобы поспать. Вот я и прихватил диванчик, думал наконец вы исплюсь. Я не пойму, ты за лето не наотдыхался что ли? Да какие там каникулы, один стресс, я чуть не умер этим летом. В каком это смысле? Да, все по жесткому. Снайперы на ЕГЭ это уже слишком. Только я хотел шпору достать, пока камера отвернулась. Так мне сразу пулю в ногу засадили. Хорошо, что нога была обернута в 10 словах шпаргалок и я не пострадал. А то, а то, не дай бог, кровящий бланк ответов заплачкал. С горем пополам экзамены сдал, думал отдохну, наконец. Так меня предки на даче запрягли пахать. В буквальном смысле. Плук ко мне прибежали и давай хустом гонять по огороду. Весь участок перерыл, потом бац, плук в земле за что-то твердое. Как зацепиться? Неужели клад нашли? Глядим, а это не разорвавшаяся бомба во времен Второй мировой. Что за бред? Вот повезло. Я ее рванул сразу и весь огород мигом перелопатил, а так что будь здоров. Свалил с дачи уже июль месяц, отдохнуть хочется жуть, да денег нет. Пришлось на работу устраиваться, благо наткнулся на объявление по дороге домой. Зарплата от 100 тысяч рублей в час, возраст до 18, можно без опыта. Только вот опыт-то у меня уже был, целый месяц на даче еще проработал, пускай и бесплатно. Взяли меня в итоге листовки раздавать на сезонную распродажу приемель. И вроде поперло все, да вот правда один раз я слегка зазевался, и у меня какой-то прохожий из рук сам листовку выхватил. Вот собака работу у меня отбирает. Ты куда мою листовку утащил, а, подонок? Вместо меня ее кому-нибудь сучить решил, да? Пришлось накостылять ему, как Санега, чтобы не повать на было. Эх, лежебокер, на колье лежебокер. В общем, в больницу я загремел. Врач говорит, что мне срочно отдых нужен, но стресса в жизни много. Если не расслаблюсь, то инфаркт хватит. А на дворе уже последний день августа, завтра в универ идти надо. Вот я и решил прихватить с собой диванчик. Пока до универа его тащил, еще и спину сорвал. Ладно, может хоть сейчас наконец-то полежу, отдохну. Эй, а где мой диван? Пока ты болтал, начался осенний призыв в диванные войска, и меня забрали в армию. Блин, да, что делать-то? Мне Шэшенфорт хватит. Диванный... Диванная армия? В бунду мне должен прийти мой биван. Биван? Это диван на букву Б? Так точно. Вау, моя жизнь спасена. Биван такой удобный, его можно носить с собой и легко надуть. Правильно? Ах, реклама. 490 рублей. Отлично, ведь именно столько я и заработал за все лето. Ох, отдых, отдых, отдых. Ведь всем нам нужен отдых. Поэтому теперь, Биван, мы будем брать с собой. Дома на природе ежедневный отдых. Лежи теперь где хочешь, ведь Биван всегда с тобой. Биван сделано в России. Роскошное удобство где угодно и когда удобно. Никаких насосов. Узнайте о Биване больше по ссылке на экране и в описании. На носу распродажу. Успейте купить Биван с большой скидкой. Ну что ж, ребят, данный мультфильм мне очень понравился. Все было сделано очень круто. Новые, необычные истории ежебокеры. Притом еще реклама Бивана и диван, который забрал в армию. Довольно необычно. Так что Сындук огромный штиреспект за проделанную работу. Заценю еще парочку видосов у Сындука. А пока, ребята, думаю, на этом все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рекомендуйте видео к следующим выпускам. Всем удачи и всем пока.